К моей игрушке теперь потребовались аксессуары. Естественно, я пошел в расходы. Значит, первое это бокс. Я бы не снимал, кстати, это видео, но тут есть но. Сейчас я об нем расскажу. Значит, первое это бокс. Коробка, как я всегда говорю по поводу этих зараз коробок, блин, потрясающе сделана тоже. Хорошего качества, картон, и, в общем-то, вопросов никаких нет. Сам этот бокс... Ну, вообще, тут вообще слов нет. Вы знаете, если, грубо говоря, взор вперед ввести и на него поставить на этот взор посерединке где-нибудь эту коробочку, то вы бы даже не заметите о том, что она вообще стоит. То есть, настолько хорошо отшлифован пластик, и просматривается он, что... Ну, я не могу даже ни о чем вам сказать. Что касается движущих элементов, вот этих защёлок, тоже очень все в шоколадном состоянии. То есть, ну, верх наслаждения. Поэтому я и говорю ещё раз, не стоит покупать какие-то либо подделки, либо там реплики и так далее. Потому что, ну, такого совершенства добиться можно в одном случае, если много вложено будет в производство. И вторая запчасть, которую я аксессуары, извиняюсь, купил, это кожаный чехол для камеры. Вот таким образом он выглядит. Он, в общем-то, на самом деле, тоже очень интересно создан. То есть, в том плане, что он не прошит, он склеен, но склеен достойно. То есть, я так понимаю, там опрессовка какая-то происходила. То есть, я пытался немножко подорвать его, думал, мало ли, там уже будет разрываться. Там через обремя не, ничего подобного. Всё шоколадненько тоже, и, в общем-то, всё в высшем пилотаже. И есть такой вот фильтр, если вы смотрите. И смотрите, что происходит. Одеваем мы этот фильтр, и он благополучно у нас слетает с объектива. Чё за бред? Вот эта вот фигня мне испортила всё настроение этой покупки. Могу сразу заявить, что это всё не так дёшево стоит, как бы хотелось. Но, с другой стороны, ну, могли бы они что-то сделать? Звонил я в компанию, которая продает, они говорят, ну, мы не знаем ничего и так далее. Я думал, там, может быть, какая-нибудь резиночка должна быть. Нет, нет ничего. Я всю коробку излазил, всё посмотрел, ничего там не было. Взял я скотч двухсторонний, не двухсторонний скотч, я просто накрутил его на фильтре там внутри, внутренней стороне, и путём закручивания надел на объектив. Но это тоже же неправильно, блин. Я могу так свернуть тупый объектив. Вот такое вот небольшое разочарование, о котором я хотел поделиться, потому что, на самом деле, это полнейший бред. Всё остальное супер, просто супер. Вопросов никаких нет. Спасибо всем и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok